Блэк Раша обгоняет Сантропе РП по онлайн. Мордор Рулиплей обгонял Барвиху. Аризона Рулиплей, она выебала Блэк Рашу, Сантропе, Барвиху и вот все вот эти вот, знаете ли, прочие сервера, потому что у неё там 12, 13, там, я не знаю, возможно, 14 тысяч онлайн. Ну, как бы... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Рулик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Сегодня у нас в очередной раз новости мобильного сегмента GTA Sampo. Да, я уже и не помню, когда были новости обычного GTA Sampo и вот всего-всего того, что там с ним может быть связано или может быть не связано, или там переплетено, или ещё какие-то вот эти вот, знаете ли, прочие вещи. Но я думаю, что это не имеет особо какого-то такого, знаете ли, сильного значения, потому что сейчас мы тут с вами, в общем-то... Да, сегодня мы с вами поговорим о том, о чём я говорил с вами в предыдущем ролике, только немного о другом. Вот, как бы. В прошлом видеоролике я рассказывал вам о том, что... Ну, вы знаете, ребят, ну, то есть, Сантропе, он как открылся, он так и занимает своё вот это вот, знаете ли, лидирующее место на всём этом рыночке, на всей этой мобильной GTA Sampo сфере. И, типа, ну, ты никуда уходить со всего этого места не хочет. Почему так? А вот, знаете ли, ну, особо-таки сильно непонятно. Но вот, недавно, позавчера, или вчера, или когда выйдет данный видеоролик, у BlackRussia Roleplay вышло какое-то своё, мега-сочное, мега-новое, а мега-госовское-просовское, я бы даже сказал, обновление. И что мы видим на данный момент? BlackRussia обгоняет Сантропе РП по онлайну. Ну, причём не на какие-то, там, знаете, эфемерные 100, 200, ну, или 300 человек, а на гораздо большее количество-то, как бы, на, ну, практически один зафуленный сервер. И также до этого я смотрел, типа, Мордор Рулиплей обгонял Барвиху. Конечно, я подозреваю, что это немного неверное сравнение, потому что BlackRussia Roleplay, он всё-таки, ну, как бы вам так сказать-то, он же находится в КРМП, вот этом вот всём сегменте. А Сантропе Рулиплей, он как был топ-1 в своём GTA-самповском сегменте, так в нём и остался. То есть, по сути, ничего не изменилось. Ну, а так можно, вы знаете, то есть, а так, как делает Live Mobile, допустим, так, как она заявляет, так, как вот она всё это делает, можно, допустим, добавить вот во весь этот мониторинг, допустим, сервер Arizona RP. Ну, а почему бы и нет, да? То есть, он же есть, допустим, там, на мобилке, да? Есть же Arizona Mobile и все вот эти вот прочие вещи. А почему мы тогда не можем добавить его, как бы, ну, сюда, с его вот этими, там, 12-13 тысяч онлайна, чтобы тогда он вообще всех ебал? Но это же неправильное сравнение. И почему? Почему? Мне непонятно до сих пор. Я вот который ролик уже говорил, что Live Mobile, блядь, как вы делаете этот мониторинг? Уберите отсюда, блядь, вот эти вот все КРМП-проекты. Они не относятся к GTA-сампу. Они относятся только к GTA-кРМП. И, то есть, в процентном где-то соотношении, а плюс 28% за сутки у них, вот после выпуска всего этого обновления по онлайну. И, ну, как бы так сказать, а это, я хочу напомнить, все происходит летом. Что будет там в сентябре, там, в октябре, в ноябре, во всех вот этих, знаете, или прочих месяцах, мы узнать не можем. Просто потому что... Просто потому что. Вот так вот. Потому что, ну, давайте будем откровенны. На вот этих вот всех GTA-самповских проектах, а тем более на КРМП-проектах, играют такие, знаете, маленькие-маленькие дети. То есть, дети, они могут быть там 14-15 лет, а могут быть маленькие-маленькие, там, 10-11-12 лет. И вот как раз-таки они, как лично мне кажется, составляют вот эти вот плюс 28% онлайна за сутки. Возможно, когда данный видеоролик монтируется, когда все эти скриншоты, они вставляются, возможно, там уже немножко другая статистика по процентам. Может быть больше, может быть меньше. Но вот на данный момент, когда я все это озвучиваю, когда я все это смотрю, тут плюс 28% у BlackRush'и, и минус 3%, ну, округляем, у Сантропе. И почему так происходит? Ну, лично я не особо могу все это понять. Потому что, наверное, Сантропе, они давно уже не выпускают каких-то глобальных, больших обновлений. Да, там какие-то вот эти вот все косметические фиксы, какие-то там, возможно, вот эти вот интерьеры все, которые нахуй никому не нужны, которые вот мне, как игроку, допустим, ну, мне вообще ни горячо, ни холодно от вот всех этих интерьеров, от вот всех вот этих вот прочих вещей. Зачем они нужны? Мне вот это вот непонятно только. Только это мне непонятно, и все. Ну, и еще мне непонятно то, почему в мониторинге, блядь, Live Mobile, в котором должны быть, по сути, ну, GTA-самповские сервера только, там проходят еще GTA-крмп проекты. Возможно, потому что называется Live Mobile, и типа мобилка, вообще в целом вся мобилка, но добавьте тогда, блядь, в этот самый мониторинг Arizona Roleplay, чтобы каждый день делать посты о том, что вот Arizona Roleplay, она выебала Black Rush'у, Сантропе, Барвиху, и вот все вот эти вот, знаете ли, прочие сервера, потому что у нее там 12-13, там, я не знаю, возможно, как бы, ну, так же тоже можно сделать, и что вы тогда скажете? Она же в самом деле есть в мобилке-то, почему тогда ее нельзя добавить в мониторинг, почему можно сравнивать Black Rush'у, которая находится в КРМП, и Сантропе, которая находится в GTA-сампе, при том, что, ну, как бы, они находятся на разных платформах-то, и аудитория там тоже разная. Да, у Сантропе есть свой КРМП мобильный, вот этот вот весь GTA-проект под названием Барвиха, но она изначально отсасывала, как бы, у Black Rush, там, как бы, все понятно, и то есть особо сильно ничего не изменилось, кроме того, что Black Rush'а ушла в более какой-то дальний отрыв. Более ничего абсолютно точно не изменилось со всем этим, поэтому говорить о том, что вот там, блядь, Black Rush'а ебется на Сантропе, да, она чисто физически ее ебать не может, потому что аудитория, блядь, разная. Да, она, возможно, где-то там перекликается немножко, где-то там средненько, и вот все-все-все вот это вот прочее, но, в общем-то, ладно, давайте мы уже не будем на тему всего этого дискутировать, я и так сказал, наверное, больше, чем нужно было. Я играл, как бы, на проекте Arizona, RoleplayFenix, IP в описании данного сервера, там же мой никнейм от DanteConner, регистрируйтесь на него, получайте себе. А насчет вашего персонажа очень много денег, а там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал и на все-все-все мои обтручные социальные сети, везде меня фоловьте, везде на меня подписывайтесь, а истории в Инстаграме каждый день, посты в ВКонтакте каждый день, а посты в телеграм-канале и мои подкасты тоже там, ну, не то чтобы каждый день, но они как минимум выходят, да, а как максимум они бывают часто. В общем, да, на этом как бы все, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного позже, либо немного раньше, а в общем-то как пойдет.